всем привет дорогие зрители и дорогие подписчики моего великолепного канала а я выхожу с вами на связь поскольку я обнаружил что моему каналу исполнилось год и ему исполнился год на самом деле довольно давно но я обнаружил этот факт только сейчас спустя три месяца после того как каналу стало ровно год ну ладно не ровно год но когда я забил первый видос смысле на я зарегал этот канал еще раньше вау поразительно в общем не я хочу во первых призвать всех здравомыслящих людей подписаться на мои пусть и потому что и до сих пор я не понимаю как у меня а такая огромная аудитория и такой огромный такие видосы огромные просмотры набирают целых 6 просмотров всего за час и ну я не понимаю почему столь обеспеченные люди что смотрят мои видео почему они до сих пор не помогают мне накопить на коллекционку дарк соуса у меня вообще-то день рождения недавно был почему у меня до сих пор нет коллекционки дарк соуса я хочу коллекционку дарк соуса в общем я на самом деле сел записывать это видео то есть я просто включил abs и начал импровизировать всякая всякую ересь на камеру микрофон нести просто потому что я что-то вот сейчас последнее видео сделал вот это вот я уже час назад забил странная вроде его только что заливал мне уже у меня ход времени потерян сейчас два часа ночи меня завтра снова отключат электричество из-за того что стал бы на улице меняют я немного уже счет времени потерял по что я привык обычно днем сидеть за компьютером теперь у меня большую часть дня ком компьютера нету мне приходится читать книжки это ужасно вот поэтому я хотел немного порефлексировать на тему того что я ютубер уже целых три года три больших года у меня есть отдельный канал который мертв потому что я больше не могу играть хот поймаями на нем целых 315 подписчиков то есть я я могу вести успешный канал я я знаю как работает youtube я если бы я захотел я бы и тысячу набил набрал я могу но не хочу видимо или мне лень не лень но снимать бесконечное прохождение хатлайма яме я наверное все таки больше не смогу а другие игры мне просто лень настраивать под них у бс ну да короче по итогу мне лень получается раз я не развиваю тот канал то сам больше на хатлайма яме все-таки основание так что лучше уж так я вот обожаю вот этот канал который у меня есть потому что это самое священное место которое у меня и жизни здесь можно по щитпостить можно сделать смешной видос с пнг шками вырезанными с фотографии школьных это прям моя душа на я обожаю этот канал я создал его когда у меня когда у меня вот этот канал активно развивался ну или уже затухал я так и не помню если честно и мне было очень некомфортно на нем себя чувствовать по что там постоянно писали комментарии и я думал блин меня типа люди смотрят много типа популярность ну это не популярность конечно но немного напрягало это все и я тогда создал вот этот канал но не создал переименовал его здесь была ворона насколько понял тут у меня тупая ворона в стену все время текается хорошая именно для каналах выбирал и я какие-то тут парочку видосов древних скрыл который еще летом 21 года забил и залил нарезку по форесту как лох который сейчас с георгом играет в 1 мы тогда с ним играли форест и я до сих пор считаю что это мой лучший видеоролик потому что это полчаса хорошего монтажа хорошей музыки я почему-то больше так не могу делать я видимо вымотался очень сильно по что дальше у меня идет прям кал вот тоже хороший ролик он самый часто просматриваем и остальное на типа но подобрал музыку чуть-чуть наложил просто видео с херовым пением какой-то говно мульт в пейнте я обожаю этот канал я могу себе сделать чё хочу чё в голову придет то и ворочу мне прям нравится я вот так сейчас задумался и думаем как же классно когда есть такой канал я могу сюда залить кавер на опенинг могу просто опенинг залить могу забить полтора часовой видео про этот прав про crusaders kings 3 могу просто щитпост из дискорда могу я короче это прям это прям лучше из веселение вот я добавляю новый контент я теперь просто говорю какую-то малосвязанную речь в к микрофон попутно и пили занимаясь эпилепсией на камеру и на камеру попутно вводя курсором по всему экрану потому что я не могу просто открыть свой бусте и сесть спокойно перед микрофоном и поговорить с монитором в общем я так и не придумал на самом деле я сейчас ходил на кухню пил воду думала о чем бы таком записать типа мини подкаст или чуть-чуть того но я не придумал мой мозг слишком слабо работает я вот думаю может типа может обсудить с самим собой какой-нибудь фильм который я недавно смотрел но я не смотрел никаких фильмов недавно я я почти не смотрю фильмы или обсудить с собой книгу которую я начал читать но на самом деле я не начала читать я просто лег сегодня спать днем потому что не выспался вчера ночью этой ночью тоже не успею может может быть может быть чтобы мне такое обсудить я даже не знаю я пожалуй поставлю запись на паузу и когда придумаю что-нибудь что-нибудь обсудим сам собой определенно да в общем я не долгое время ушло на разуме я подумал что ладно я могу раз в год выпустить разговорное видео где я буду не только рофлить поэтому я вот тут порассуждаю сейчас слух чтобы потом через год слушать самого себя чтобы еще типа типа блин какой я тогда умный был почему я тупой такой сейчас у чего-нибудь его такого я вот хочу поразмышлять насчет франц фердинанда это просто моя любимая группа за все времена потому что ну я как были остальные особо не слушал но просто мне немного странно что такая группа очень мало известно то есть сам феномен этой группы что она начинала как типа бунтарская группа которая уже сто один миллион просмотров буквально днях был 100 миллионов просмотров а когда я только познакомился с группа у них было что-то тут 92 миллиона то есть они все еще их самая известная take me out до сих пор набирает просмотры и и до сих пор слушают и смотрят с остальными правда не так все радужно но типа мне правда интересно то есть как бы эта группа она изначально играла из детски сложно произносимых жанрах и я даже чуть-чуть отредактировал статью на википедии про них потому что я настолько люблю эту группу но со временем эта группа она а попсовилась типа они изначально играли в инди-рок постпанк постпанк караван это правда это сложно произнести но я бы не стал их постпанку относить но это не я не эксперт типа они из-за инди-рока переделались переквалифицировались поп звучащий рок или поп звучащий инди-рок то есть у них были было много альбомов и первые два это прям это прям тоже чем башенцы для большинства слушателей и франц фердинанд остался после они выпустили you the cis вот этот альбом tonight я и не помню если честно был франц фердинанд потом you call have it so much better потом tonight right out right words reaction и always ascending ну и теперь hits to the head получается да это уже спорт и типа я не понимаю я вот искренне мне даже немного жалко я иногда когда песню сушу франц фердинанда начиная до принципе принципе я каждую песню франц фердинанда когда сушу я вот думаю неужели людей настолько типа оттолкнуло то что они немного попсовились и типа я читал парочку интервью на каких-то типа американских сайтах с новостями и прочее и там типа в одном из интервью ну то есть как бы изначально идея франц фердинанда была в том что типа они делали музыку под которую ну типа не то что хочется танцевать а типа ну не получается ничего делать другого кроме как типа танцевать то есть типа у них первые песни всегда они были такими прямо то есть они типа у тебя тело начинают непроизвольно типа двигаться под музыку то есть у них идеально выдержанный ритм идеальная компоновка типа инструменты идеально друг с другом сочетаются и вокал вообще идеально дополняет это все и я не могу сказать что типа это все утратилось в последующих альбомах просто к типа обычному звучанию которая уже стала типа привычным после первых двух альбомов они стали добавлять более больше электронных инструментов типа которые именно с компа сэмплы сэмплы добавлены и я бы не сказал что это плохо я бы сказал что у них появилось такое сильное различие в музыке и по-прежнему каждый из треков кроме одного звучит странного непонятного мне трека звучат идеально типа я конечно все понимаю но 10 трампа будучи при этом британской рок-группой это это конечно это конечно прикольно и правда я бы не стал так делать ну ладно и как я и говорил я когда слушаю большинство треков я думаю типа это как описать это чувство типа как когда ты заходишь на youtube как моем случае и в большинстве своем видеоролики которые у тебя есть в ленте они ну явно не первой свежести то есть они типа 11 лет недавности 13 лет недавности и типа есть парочка свеженьких видосов которые ты не будешь смотреть потому что потому что теперь это не интересно то есть типа 10 лет шесть лет на типа меня просто типа какое-то чувство всепоглощающей пустоты появляется я не знаю как это описать ну типа что блин как раньше было прикольно почему больше так не делают я хочу больше такого такого больше нет вот у меня с франц фердинандом похожая история хотя группа то не распалась просто пора ну как бы половина состава старого ушла и заменители новый состав который принципе ничем не хуже старого но просто сам факт и сейчас они вроде как концерт устраивают и вроде как типа они теперь записывают подкасты про то как у них куда-то закалялась сталь группа делал создавалась еще в нулевые про всякие типа гастроли там истории короче как это радио было в японии когда типа этот актеров озвучивания звали в студию чтобы они рассказывали про то типа как они озвучивали героев какие у них там истории происходили при создании сезон и прочее и я вот не могу даже объяснить этот феномен я последнее время чуть-чуть стал меньше слушать франца типа я не могу ни на что его заменять то есть это типа это никак с какой-нибудь музыкой которую ты типа слушаешь но там недели парочку прям слушаешь слушаешь потом на те надоедает и ты начинаешь слушать следующее тут такого нет типа слушаешь это неделю потом еще неделю потом месяц и потом задумаешься и говоришь себе блин что-то слишком часто это слушаю типа уже практически наизусть текст на те какой инструмент в какой момент сыграть такой блин может что-то другое послушать такой стану его нафиг хорошая песня с чем я буду их на что-то еще мне то есть как-то так я даже не могу понять вот так вот сейчас у меня деменция пройдет и я что-нибудь еще скажу может быть пока я просто помолчу и подумаю обязательно в общем я осмотрел свою комнату 1 100 наверно и в итоге я остановился на книге которую так и не дочитал что я забросил чтение в принципе короче на ю тубе есть такой чувак и он обозревает фильмы но он не просто обозревает фильмы то есть типа не пересказывает их не говорит там типа я не знаю про бюджет про актеров прочим короче типа именно анализирует то есть он смотрит фильм пересматривать его много раз анализирует сцены мелкие какие-то детали и ну типа как не учета типа как постоянно находит у фильмов двойное но типа скрытый смысл типа главная идея фильмы типа то что заложил автор книги ну или фильма типа нас смотря что первоисточником являлась и в общем типа есть еще один чел типа гера мартел я думаю типа он свое время популярным явно сейчас не в общем пару месяцев назад он чуть-чуть воскрес чтобы потом снова умереть и от проводил парочку стримов а я поскольку я как бы фанат этого лоха которые мультики свои картонные дебильные рисуют я на этих стримах присутствовал и там короче ему задал вопрос типа чё думаешь а чебул на типа гера мартел тоже свое время обозревал фильмы но только типа там тоже особая подача и все такое тоже нельзя назвать полноценным обзором чисто чтобы порчать как говорится обзоры были вот и он короче вы изложил такую мысль типа что чебу это чувак который типа постоянно пользуется софистикой и постоянно типа что у него очень слишком преобладает с пгс и что он слишком типа клик бейтит или чуть-чуть того но вроде он типа гера не говорит что это прям типа плохой чел типа что он как-то сильно искажает мысль или чуть того но что-то я так понял что вера его чтобы прям короче недолюбливает немножко но я такого не сказать не могу типа я даже книгу его купил почему даже типа не знаю я книгу до конца не прочел меня чисто начало не заинтриговала можете просто дебилум сансовой речет такое я почему-то думал что тут будет более интригующее начало это если из минусов а так может быть когда-нибудь я дочитаю обязательно типа я же не просто книгу вот но ролики я последнее время не пересматриваю конечно раньше прямо пересматривал конкретно и прям типа мне до сих пор все нравится типа действительно хорошие ролики я могу единственное что сказать то что типа может сходиться с мыслями геры типа что почему он прям очень уверенно говорит про типа типа вот в этом-то был изначальный смысл фильма типа его так задумывали будто он сам типа автор этого фильма и он типа без малейших сомнений без прочего то есть ну короче надо это просто посмотреть его видеоролики чтобы понять о чем то есть прям как здесь не подходит выражение на серьезных щах ну в общем что-то типа того и типа постоянно и вот после таких очень уверенных заявления вот эта книга она как-то смотрится как типа как будто я написал какой-то более более нейтральный чувак который типа знает как написать книгу но не знает какие прям супер интересно сделать в общем вообще как бы тут не отзыв книги оставляю я тут видос записываю точнее просто говорю в монитор и в общем и вот я пока сидел думал насчет книги и я вспомнил про типа про один из обзоров это одно из ассе про форреста гампа ну и как бы сейчас уже лето практически я уже несколько дней как бегаю бегал точнее пока свет не стали отключать днем и ну как бы форреста гампа типа хороший фильм я давно его не смотрел надо будет пересмотреть я думаю я вот задумался типа если руководствоваться видосом чебу то главная идея фильма типа это типа фильм ставит вопрос что типа типа решает судьбу то есть типа что не решать судьбу а как что создает человека типа он сама или судьба случайности типа все зависит от самого человека или от судьбы типа преды установленный путь типа у человека есть путь по которому движется и он предопределен или этот путь он выстраивает себе сам и по идее вроде как там в конце фильма типа говорится что типа что не то не то как бы все сразу то есть типа человек движется по предопределенному пути но в каких-то местах он может типа поднапрячься и изменить свою судьбу как-то так это короче как со стендами джурджа типа из моим хэваном или скин кримсон я не знаю как провести параллель лучше вот и я вот постоянно думаю но что-то сейчас опять все из головы вылетела все мысли я вот когда бегаю я задумываюсь типа там еще было учебу одно из решения типа что форест типа обладает преимуществом по сравнению с обычными людьми из-за его типа врожденного ну типа не слабоумие а как типа недалекости я не знаю тибилизм я не знаю как я давно видос не посмотрела не помню как назвал как там говорилось точно что типа что ему не требуется типа думать наперед то есть у него не возникает потребностей во время выполнения какой-нибудь монотонной задачи типа думать а вот я щас вот это сделаю и после этого типа я стану таким типа крутым сразу тебя на типа не позволяет ему вот этот его дефект врожденным типа выстраивать амбиции то есть у него просто эти по есть механическая задача и он не отвлекаясь ни на что просто выполняют эту механическую задачу типа он научился играть пинг-понг на уровне мастера спорта мирового просто потому что он типа каждый день после восстановления в больнице типа тренировался типа он не задумывался о том что он станет типа там чемпионом мира у него не было никаких планов поэтому он типа просто играл и играл как можно лучше то есть у меня единственная цель была типа играть все лучше и лучше или например с бегом я не думаю что он думал во время бега о том что он станет человеком который через всю америку пробежал он типа думал ну я пробежал до границы города теперь пробегу до границы штата еще нибудь такое он думал наверное я думаю все мы немножко думаем и я вот задумался как бы это не звучало типа наверное наверное это действительно можно назвать преимуществом потому что часто во время того как я пытаюсь делать какую-то монотонную работу типа там перерисовывать какого-нибудь рисунок или там бегать или какие-нибудь упражнения делать физически я часто думаю типа вот через месяц я буду уже типа форме я буду я буду с мускулатурой ходить я буду такую типа накаченной и на следующий день я думаю о том же самом и меня немного лень становится все это делать что я смотрю на календарь и понимаю что как бы через месяц наступить не скоро и со временем по крайней мере раньше так было я просто прекращал все это делать потому что я уставал ждать результата и вот если бы я думаю если бы люди действительно не ждали результата а просто делали такую типа механическую работу то то было бы намного проще стать накачанным как-то так да что-то я не знаю есть желание выговориться но что-то в голову ничего не бесит сложно монологи вести не подготовлен к этому раз в год видео с голосом своим записываю это на цель пугает спасибо вот как-то так ну да в общем ближайшее время будет еще очень много видео я уверен в этом потому что лето я как бы школу закончил я сейчас говорю что школу закончила ощущение что с 1 сентября попиздую школу все равно есть не понимаю ты ебучая школа никогда меня не отпустит уже видим да еще много предстоит мне видео снять надеюсь пока этот канал не заброшу а я бы скорее всего никогда не заброшу в общем неплохо я так попиздил для видео которое я не собирался записывать учитывая что половину видео молчал вообще охуенно наверное я буду на этом заканчивать жалко никто со мной не по дискуссирует не подискутирует на различные темы потому что никто не хочется на дискутировать потому что я не очень хорошо веду дискуссии так что вот как-то так наверное все на этом на сегодня крайне мере как говорится ари виды рч ари виды рч ари виды рч ари виды рч и и если и да и а и и Продолжение следует...